Необычный кот был замечен в Бресте, он с маленького котенка вырос, обтянутый проволокой. Очень мало шансов, что его удастся выходить, но все же добрые люди попытались это сделать. Вот как все было, нелюди обмотали проволокой и она начала врастать в тело, кот не дается в руки, бедняга мучается, вызывали из лечебницы врачей, которая находится рядом, они готовы бесплатно ее снять, но его никак не могут поймать, он не доверяет людям. Там находится бабушка, которая ходит их кормить постоянно, она говорит, что проволоку закрутили снизу кота плоскогубцами, так как она как-то ее поймала и сама лично не видела его, моя мама мне рассказала, она ходит в магазин и видит его, как он мучается, может кто-нибудь отзовется и придумает что можно сделать. Кошка выходит попить молоко, красивое. Очень ее жалко. Сегодня наконец удалось его словить. Крепко зажав вырывающего, кричащего и кусающегося кота, мы побежали в клинику, то, что мы увидели, повергло нас в шок, хотя казалось, что мы были готовы увидеть что-то очень страшное. Сказать, что он в ужасном состоянии, это ничего не сказать, заживо гниющий кот, с жутким запахом разлагающейся плоти, вокруг тела обмотанной проволокой, проволока закручена плоскогубцами и вросла в живот, весь пожелтевший, пока неизвестно от чего, все органы сдвинуты вверх. Страшно представить, что ему пришлось пережить. Как же он, бедолага, мучился все это время. Какую невыносимую боль он испытывал каждую секунду. Тут любой бы одичал от этих страданий, говорят, он появился еще летом уже обмотанной проволокой и был тогда еще подростком. Котик подрастал, а проволока все больше врастала в тело тогда, он не был еще таким диким. Его, чистого домашнего котенка, умышленно обмотали проволокой, и подкинули туда назло бабули, как протест против того, что она там подкармливает и собирает котов. За это время его пытались словить, чтобы освободить, неравнодушные люди, но никому этого не удавалось. Не раз в том месте котов поджигали. Недавно многих потравили все это время котик, держался только за счет того, что пил молоко, твердую пищу он просто не мог есть. Сейчас бедолага в клинике, отходит от наркоза. Его оставили там на карантин на 10 дней, врачи будут два раза в день, колоть ему антибиотик и эссенциали. Его необходимо еще и прокапывать несколько раз в день, но заниматься этим там никто не будет. Кроме того, стоимость содержания его в клинике в день, составляет 50 тысяч рублей, стоимость необходимых препаратов для лечения кормления. За 10 дней набегает на круглую сумму. Сегодня за операцию мы заплатили 150 тысяч. Будем рады любой помощи. В идеале котику нужна хорошая передержка с мед. Уходом, тогда у него появится больше шансов на выздоровление. Есть вероятность, что внутренние органы постепенно станут на место, и котик заживет полноценной жизнью, со всеми ее кошачьими радостями. Пожалуйста не проходите мимо его беды, в интернете был брошен клич по сбору средств, на лечение котика, и поиска лучшего места проживания для него. И вот результат. Наш мужественный Нельсон, все еще продолжает лечиться после освобождения из плена колючей проволоки, закрученной на нем рукой человекоподобного существа. Аппетит у него просто завидный, поэтому малыш заметно округлился. Дистрофические задние лапки, которые были похожи на лапки цыпленка, стали уже походить на лапки бройлера, осиная талия превращается в талию трутня, а мордаха заметно округлилась. Рана затянулась соединительной тканью полностью, прикрыв наконец-то торчащие наружу живые куски мяса. Она стала намного меньше и в длину, и в ширину. На ней еще видны пару кровяных полосок, которые периодически покрываются коркой, но это уже больше похоже на обыкновенный порез, и визуально переносится намного легче. Боли Нельсона уже не мучают, он периодически расслабляется, лежа на боку, и даже один раз был застукан спящим кверху кузом. Наш мальчик даже начал обращать внимание на двух местных красавиц-аборигенов. Эти леди, периодически заинтересованно прохаживаются мимо его клетки, одна покручивая, своими шикарными турецкими шароварами перед его носом, а другая не менее шикарным страусиным хвостом. Стальные нервы нашего железного Нельсона не выдерживают, этой душераздирающей картины, и он тихонечко себе под нос начинает ворковать этим чиком, комплименты с нотками нежности в голосе. Так что гормоны играют и кровь кипит. Значит самое страшное уже позади, скоро нам предстоит снова сдавать анализы. Если результаты будут позволять, надо будет его уже и кастрировать. Очень хочется побыстрее избавиться от тех не очень приятных ароматов, которые издают некастрированные мальчики. Хочется еще раз поблагодарить всех, кто оказал и до сих пор оказывает материальную поддержку, для лечения Нельсона и приобретения ему восстановительных кормов. А также сказать огромное спасибо всем, кто переживает за малыша и желает ему как можно скорее встать на лапы и обзавестись своей собственной семьей.